Немало событий произошло на неделе и на политическом небосклоне. У Единой России новый лидер на съезде, который прошел в Москве накануне, делегаты избрали Дмитрия Медведева председателем партии. За ходом форума наблюдал Дмитрий Фторов. Сможет ли Единая Россия провести ключевые изменения внутри партии? Такой вопрос давно витал в воздухе. Окончательный ответ дан на съезде. Приняв предложение единороссов возглавить партию, Дмитрий Медведев сразу заявил, изменений будет немало. Аналитики говорят, заорганизованность и некоторые кадровые ошибки сказались на рейтинге в ходе последних региональных выборов. Что делать, обсудили накануне съезда, в ходе дискуссионных площадок. Например, должны быть четкие принципы ротации руководящих органов. Премьер надеется, что изменения приведут к повышению доверия к ведущей политической силе. То, что съезд 13 по счету делегатов не пугает, все думают о перспективах. Кроме заявлений о грядущих изменениях, этот форум показывает и преемственность власти. Владимир Путин, стоявший у руля Единой России с 2008 года, по-прежнему рассчитывает на поддержку именно этой политической силы. Владимир Путин попросил поддержать Дмитрия Медведева на посту председателя партии. Он напомнил, что внутрипартийной демократии будет главным условием конкурентноспособности на растущем политическом поле. Считаю партию Единой России своим ключевым союзником и партнером. Той силой, которая готова использовать все свои возможности для построения свободной, сильной, процветающей страны. Нового лидера Единой России избрали единогласно открытым голосованием. За короткий срок предстоит делать партию более гибкой, открытой и доступной. Существенно повышается роль первичек. Именно там генерируются оригинальные идеи, которые не всегда доходят до верхов. Ни одна должность в партии не дается навечно. И нужно быть готовым, что будет серьезная конкуренция за посты, за должности в руководстве партии. Это нормально. Такое соревнование существует во всем мире и может быть не только стимулом для персонального развития, но и драйвером развития партии. Устав партии и руководящие органы претерпели изменения. Делегация Татарстана на съезде одна из самых многочисленных в ее составе. Президент Рустам Миниханов, председатель госсовета Фарид Мухамедшин, парламентарии, промышленники, партийцы из местных отделений. И мы будем жить в более демократичной партии. Мы будем работать в партии, в которой есть место дискуссии. В партии, которая прислушивается не только к мнению большинства, но и меньшинства. Сегодня избрали нового председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева. Зал в восторге. Я думаю, что все готовы к тому, что партия пойдет на новый деловой всплеск на благо нашей Родины. Партии нужно готовиться к очень серьезной конкурентной борьбе на политической арене. И все эти шаги, о которых рассказал теперь уже лидер партии Медведев Дмитрий Анатольевич, они оправданы и своевременно. Так что настраиваемся на серьезную партийную работу. Впереди большая работа. И самое главное, отмечают участники съезда, эффект от нее должны почувствовать тысячи рядовых партийцев. Дмитрий Фторов, Айрат Каюмов. Вести Татарстан, Москва.